Дубков, я твою работу за тебя делаю! Ну что за бардак? Ух ты! Что-то такая бурзость! Нужно было дрюку и... Сошла, а что если повторить? Засекайте, друзья! На резиночку сошла! Итак, друзья, еще раз очень рад, что этим звездным составом вы завтра здесь встретитесь. То, что мы собрались. Надеюсь, что будет такая же доброжелательная атмосфера, которая была всегда на Пал Трауте. АПЛОДИСМЕНТЫ Неоднократный финалист и обладатель Кубка Пал Траут разных лет. Мелькер Олег, 8 место по рейтингу в Парелевой Лиге. Васильев Денис, 9 место по рейтингу в Парелевой Лиге. Жоков Александр, 10 место по рейтингу в Парелевой Лиге. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тупковский Максим, 3 место по рейтингу в Донской Парелевой Лиге. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас объявляю. Осенняя сессия Пал Траут 2018 торжественно открытой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И уже церемония открытия прошла. Вот у меня сейчас за спиной сидит огромное количество спортсменов. И сейчас буквально с минут на минут начнется жеребьевка. Поэтому будем следить внимательно. Мы уже сегодня посмотрели, как ребята тренируются. Было много поимок. Секретов открывать не буду, забегать вперед не буду. Будет очень много интервью. Вот мы буквально хотели только что для вас снять очень экстремальное интервью от Дениса Демидова. Правда, он не дался в руки, но ничего, мы его на днях поймаем. Поэтому оставайтесь с нами и следите за событиями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Два белых. Тридцать три. Вот она прям. Двадцать девять белых. Девятнадцать градусов. Два красных. Семь из-за телевизора. Третий красный. Друзья, когда мы вчера брали интервью у Альберта Бондаренко и Александра Жукова в магазине, с нами не было нашего третьего участника, Максима Дубковского. Максим, во-первых, привет. Привет, привет. Нет. Сейчас прошла жеребьевка. Ну, давай хотя бы похвастайся номером счастливый. Ну, для меня счастливый. Ну, 29 не 69, но тоже ничего. Белый сектор, нет? Да, главное белый сектор. Белый? Да. Да. А это какая разница? Красный, белый? Ты хоть помнишь право-лево-лево-право? Да, вот право. Право от тебя и лево от тебя или как? Ладно, слушай, знаешь, какой-то есть каверзный вопрос, вот поскольку я начал эту тему каверзных вопросов вчера, раз пятьдесят за время жеребьевки услышал слово релизер, отрелизить. Слушай, я дико извиняюсь, я, может, что-то не понимаю. Ты можешь показать свой релизер или хотя бы... А что, все так плохо, да? Не, я понимаю, что на улице холодно, может это в каких-то я могу на пальцах объяснить, у меня этой штуки нету, но я могу показать, что это такое, с чем это идет, Ну, действительно, это просто интересно. Ну, это вот такая проволочка, такая вот кривая, нужна для того, чтобы форель быстро освобождать от приманки, то есть в воде. То есть быстренько подвел, чик, и все. А последовательность какая? Сначала отподсачить, а потом отрелизить? Сначала поймать. А-а-а, ну, естественно, да. Сначала поймал, подвел. Отподсачил? Отподсачил, отрелизил, и все. О, как. А вы говорите, штопанный поролон, а тут еще и отрелизить было. Вот такие вот пироги. Отрелизить фары. Ну, тогда не хвостань чешуи. К черту? До завтра. До завтра. Нас задавят, между прочим, очаровать на девушку Марии. Короче, мы тут никого не успеваем поймать, они настолько быстро джеребьевались, я надеюсь, правильно сказал, да? Потому что холодно. Вот. И все разъезжаются, я так понимаю, готовятся. Помаши дяди ручкой! До новых встреч! Да-да-да. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе завтрашнего дня. Да, мы вам популярно расскажем, что такое релизер и покажем, как им пользуется Макс! Чао! Оп-оп-оп-оп! Аккуратненько, аккуратненько! Не стесняемся!